МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный спонсор программы Строительная компания ГРАД Надёжно строим, надёжно продаём Строительная компания ГРАД 242-99-77 Макияж и прически нашим девушкам предоставила космотека Бэкстейдж Доброе утро всем, кто проснулся после вечера пятницы и ещё пока не успел уехать за город на шашлыке В эфире самое яркое апельсиновое шоу Самары программа «Ваше утро» И в этот последний весенний выпуск нашей программы мы приготовим для вас множество интересного и, конечно же, актуального, не пропустите Ну, а знакомить с этими новостями вас, как всегда, будет очаровательная Ксения Артемьева И немного странный Илья Русаков Илюш, ты что делаешь? Ну, я начертил невидимую границу которую теперь и буду охранять Ведь сегодня отмечается День Пограничника Ну, не знаю, от кого, а главное, что ты будешь охранять но всех пограничников мы, конечно же, поздравляем с профессиональным праздником Ксюша, я вот хотел спросить Чем ты сегодня завтракала? Овсянка, сэр Я надеюсь, ты её хотя бы сдобрила нашим именинником Смотря что это Ну, я говорю про майонез Дело в том, что 28 мая 1756 года в городе Маон, что во Франции Собственно, и был изобретён этот знаменитый соус У повара Очень изобретательного, хочется сказать В осаждённом городе из ингредиентов остались только яйца растительное масло и лимоны Представляешь, изловчился и придумал таки майонез Вполне неплохо, но я, кстати, вычитала что 28 мая по народному календарю отмечается День Святого Пахома Он известен тем, что его называют Бакогреем, между прочим Считается, что именно в этот день самая-самая тёплая погода И именно по 28 мая можно судить о том, какое лето нас ожидает Так что, друзья, прямо сейчас выглядывайте в окошки и, собственно, делайте выводы В Самаре стало на одного миллионера больше Максим Уренцов просто купил в одном из магазинов Мола подгузники своим любимым дочерям И получив, как оказалось, счастливый купон за покупку опустил его в барабан И спустя пару месяцев именно его фамилию назвали со сцены От переполняющих душу эмоций победитель с трудом подбирает слова Просто счастлив, я не ожидал Ни один месяц покупатели Мола опускали купоны со своими именами в барабан в надежде получить главный приз В День Икс в торговый центр пришло огромное количество людей Каждый верил в удачу По случаю финала розыгрыша всех посетителей мероприятия Порадовали танцевальными номерами А также вручили много подарков И тем, кто ранее опускал свои купоны И тем, кто участвовал в конкурсах Ведущего на сцене Не в первый раз известный Самарский Мол Радует своих покупателей интересными розыгрышами А главное, удивляясь масштабом главного приза Это были и автомобили, и квартира И вот теперь разыграли целый миллион рублей Мы будем проводить и акции, и конкурсы, и розыгрыши Все еще в будущем будет много, очень много интересных мероприятий В ближайшее время здесь, на четвертом этаже Мола открывается контактный зоопарк И в конце года мы ожидаем открытие первого в Самаре кинозала IMAX 3D В первенстве открытий нового в городе Мол не занимать Так на днях, единственный в своем роде гипермаркет в Самаре Открыл двери всем желающим на минус первом этаже Мола 1, 2, 3, готов! Эмоции слышны в толпе, действительно, это открытие ждали с нетерпением Для нас это поистине грандиозное событие Потому что открылся гипермаркет площадью 10 тысяч квадратных метров Торговый маркет той, который не представлен до сих пор в Самаре Поэтому это новинка для города И мы, конечно, очень надеемся, что жителям Самары понравится этот новый гипермаркет Они оценят количество представленных здесь товаров, а также их очень высокое качество Собственная пекарня, коптильные, кулинарные производства Собственные бренды товаров с очень приемлемыми ценами Свежая рыба, мясо, овощи и фрукты Товары для дома, кухни, бытовая химия и многое другое На полках продукты у местных производителей То, чему мы доверяем и любим Основными нашими преимуществами являются высокие стандарты качества Это в первую очередь Помимо качества, также на этом же уровне у нас стандарты уровня сервиса Ну и особая наша гордость, это, естественно, наше собственное производство Приезжать за покупками в МОЛ теперь стало еще проще Открылся еще один, второй въезд на многоуровневую бесплатную парковку на крыше Теперь заехать можно сразу с двух улиц Чтобы праздник к нам пришел, мы спешим в Аврора МОЛ Детский праздник в День защиты детей 29 мая с 13 часов, третий корпус, четвертый этаж, ноль плюс Продолжаем эфир программы «Ваше утро» Вот такой новостью Названа самая фотографируемая еда в мире Ксюшка, как ты думаешь, какая? Роллы А, молодец, ты прям очень близка, потому что роллы и суши заняли второе место по популярности А первое стало пицца! Представляешь? И я знаю, о чем ты сейчас думаешь Ну, конечно, я думаю о пицце, потому что если тебе говорят Не думай о белой обезьяне или повторяют о чем-то Ты, конечно же, будешь думать только именно об этом Я предлагаю все-таки развеять все наши сомнения и сомнения телезрителей И прямо сейчас пообщаться с уникальным человеком У нас в студии менталист Антон Лемье Антон, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Антон там что-то уже пишет такое интересное Я уже весь в процессе Да, у нас первый вопрос, который возникает сразу и у наших телезрителей Я думаю, я сейчас тоже читаю их мысли Антон, расскажите, кто же такой менталист и чем он занимается? Давайте я покажу сразу Это будет идеально Давайте От слов к делу Попробуем, так Пока вы больше на шаржиста похожи Вот с этого ракурса Так, все, я покажу Ксения, назовите любой номер меньше 100 Слух Да, слух 55 55? Почему 55? Этот номер какой-то особенный для вас? Просто вот мне так захотелось Ксения скажет 55 Класс Как это возможно? Друзья, чтобы вы понимали Это никакой не монтаж Это было на ваших глазах Скажите, как это вообще происходит? Это убеждение? Я объясню Менталист Это человек, который объединяет несколько направлений Это наука, связанная с психологическими техниками И интуиция, тоже что немаловажное явление В науку входит, конечно, базовая Это психология То есть на что опирается менталист И чтение языка тела Это нужно обязательно знать Психологические техники Такие, как нейролингвистическое программирование НЛП Да, то, что Ну, немножко сейчас было с Ксенией Мы и до этого пробовали с номером То, что Некоторые номера, конечно, можно внушить Либо можно внушить человеку Направление, по которому он будет думать При этом ему будет казаться Что это абсолютно свободный выбор В то время, когда его к этому Ведут Да, ведут И, соответственно, это вот так удивительно выглядит Получается, меня зомбировали, а я даже не заметила У вас была смесь Самое смешное, дорогие телезрители И смешное, и крутое, и удивительное одновременно Что мы за эфиром действительно тоже пробовали И там было абсолютно другое число И Антон его так же эпично угадал Но немножко другим образом Но это, слушайте, это очень здорово Это вообще какой-то врожденный дар? Или можно этому научиться? Я считаю то, что Можно базу выучить Но до какого уровня это дойдет Неизвестно Многие игроки, например, играют в баскетбол Становятся профессионалами Но Майкл Джордан один Никто до его уровня не дотягивает То есть Здесь, я думаю, нужно Помимо тренировок Конечно, нужно что-то врожденное Может быть, талант, интуиция Не знаю Но вот интуицию, ее же можно как-то развить? Или все-таки это либо есть, либо нет? Я считаю, надо как можно чаще пробовать Просто брать шансы Как это можно сделать? Ну, можно, например, как Раньше Я с детства увлекаюсь азартными играми И в прошлом был профессиональным игроком в покер В общем, где я и развивал свои знания языка тела И я пробовал такую игру Я перемешивал колоду карт И снимал какую-то часть Половину или середину карт И перед этим, как посмотреть Я задумывал карту Ну и никогда не получалось у меня Потом уже начало чуть-чуть получаться Когда я начал более детально подходить Я сначала думал Цвет я выбирал Красный или черный И тогда у меня уже Я подошел ближе к этому Ну, я думаю, чем больше Брать шансов Тем выше вероятность Соответственно, интуицию в любом случае Можно развить А вот тогда такой вопрос Мне кажется, многие девушки Наши дорогие телезрительницы Сейчас тоже зададутся этим вопросом Существует такое, да, мнение Что женская интуиция Она как-то априори Чуть более развитие Чем у мужчин Это правда? Абсолютно согласен И я думаю, даже возможно Мне передалось от мамы Часть Потому что Когда она мне рассказывала То у нее Когда она училась И сдавала экзамены Она вот даже с подругами Сидела и говорила Сейчас будет билет номер 25 Она подходила, брала И был 25-й И то же самое было На другом экзамене Когда она перед экзаменом Выучила стих Лирический Хотя там Все другие были стихи И преподаватель спросил Ну, расскажите мне Какой-нибудь лирический стих То есть И все вот в точку попадало И как это объяснить Ни она, ни я Ну, я вот заговорил Про женскую интуицию А я сразу подумала Про женскую логику Логика как-то Включена здесь В этой работе Можно ли логически догадаться Просчитать на нескольких ходов Вперед, что будет дальше Ну, на логике Можно подойти близко Не факт, что ты очень Угадаешь Прямо, вот точно А на женской логике Можно подойти близко Но не туда Что есть, то есть Что уж вы углубитесь Поэтому Многое из того, что я делаю В принципе Ну, не всегда получается Потому что Ну, это сложно Во-первых Но у вас, я смотрю Есть еще какие-то Здесь приспособления У нас на столе Кубик Рубика Какой-то тайный черный конверт Что это и главное Зачем оно вам нужно? Ну, давайте начнем с кубик Рубика Ксения, перемешайте его Так, давай мы все У тебя лишнее уберем из рук Это маска для сна Илья, посмотрите Можно сквозь нее видеть Ну, так, какие-то Ну, конечно, нет Если она максимально плотно одета Как сейчас Да, фейсбук Можете прочитать Нет, нет, нет Конечно, ничего не видно Хорошо Так Я тут кручу, верчу Запутать хочу Да Давайте, посложнее А ты хоть раз сама Собирала кубик Рубика? Я же только что сказала Я не умею собирать кубик Рубика Даже разбирать Не очень-то Но, мне кажется Уже тут достаточно А сейчас что будет происходить? Вы расскажете, да? Уже заинтригованно Забрали Теперь соберите обратно Нет, это же Это же Прекламная пауза На самом деле Кубик и Рубика 43 квинтиллиона Возможных комбинаций Это 20-ти значный номер И сейчас Вы сделали Одну из таких комбинаций Которую я постараюсь Запомнить Все цвета На каждой стороне Это очень тяжело Скажу сразу Но я это делал Уже сотни раз Может быть тысячи Правда, ни разу не получилось Ну, возможно, не сегодня Так, вот он, да Но мы попробуем Так Мне подскажите только один вопрос Белая середина Вот, вот здесь Вот все правильно Вот на этой грани Все, значит, я начинаю Значит, правильно Семь, восемь Так Так Я попробую, конечно Максимально это быстро сделать И мы сейчас абсолютно все замерли Как и мы в студии С нашими операторами Так, я думаю Наши дорогие телезрители У себя перед экранами Потому что Все это происходит на ваших глазах И Если получится А мы уверены Что получится Почему-то Сомнений в этом нет Абсолютно никаких Но, ребят Это будет очень круто Я начинаю с белой стороны Потому что С нее я и учился Собираю Так По моим расчетам Я должен либо закончить Либо Один Кубик белой стороны Должен Белая сторона Собрана Собрана А, отлично Значит Все правильно Просто я часто путаю Красный с оранжевым Когда запоминаю И поэтому Не всегда у меня В конце выходит Ооо Ох Есть Ребята Я Пожалуйста Давайте оператору Сделаем Спасибо А вот теперь вопрос. Так, так, так. Если Московская у нас перекопана, на Новосадовый кладут асфальт. Там вообще авария. Короче, чтобы не попасть в пробку, лучше поехать за город. Сейчас только вместо карты посмотрю погоду. Вот так оперативно сориентироваться в ситуации и принять верное решение помогает сегодня интерактивное телевидение. Всего несколько нажатий на пульте управления и в вашем распоряжении, и пробки, и погода, и даже курс валют. А что? За город можно так выехать, что и страна позади останется. Тем более, что опять же кнопку нажал, и с телевизора прямо в интернет, в социальные сети. А там горящие туры хватай, пока не остыли. И обязательно рассказать друзьям. И все это с помощью одного пульта. Да хоть сообщение с него отправляйте. В общем, телевизор из обычного приемника превращается в современный гаджет, который благодаря доступу в интернет позволяет абоненту быть в курсе событий и помогает ориентироваться в информационном пространстве. Но лучше всего, конечно, он помогает весело и интересно провести время. Ведь в первую очередь интерактивное ТВ это сотни каналов. Оформить подписку на которые можно, выбрав специальный пакет, который подойдет именно вам. Например, лучшие сериалы или спорт. Ну и, конечно же, кино. Которое также в самом изобилующем виде представлено в разделе видеопрокат. Где помимо фильмов вы найдете и множество мультиков с самыми разнообразными героями. Среди которых есть и звери, нередко враждующие между собой. Например, волки и овцы. Разумеется, все они живут словно в сказке и сталкиваются с удивительными и неожиданными трудностями. Преодолевая которые, несомненно, становятся лучше. Чему и учат своих маленьких зрителей. В кино! Я с тобой пойду! Можно? Можно? Лады? Да? Да? Нет? Другое? Каков твой положительный ответ? Так, 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 подождите. Я все еще хищник. Я же должен любить мясо. Нет, не люблю. Погода какая-то непонятная. Повсюду пробки. Лучше я никуда не поеду и останусь здесь. Тем более, что столько всего надо посмотреть. В общем, увидимся через две недели. Как раз расправлюсь со всеми новинками. Оставить заявку на подключение интерактивного ТВ можно по телефонам, указанным на экране или на сайте www.rt.ru Эфир самой апельсиновой программы на самарском телевидении. Мы продолжаем хит-парадом интересных событий, на которые обязательно нужно отправиться в этот уикенд. И открывает его третий самарский фестиваль любительского кино 70 на 30, который пройдет в Самаре с 3 по 5 июня. Так что все любители неоднозначного, эпатажного, неординарного, интересного, настоящего и просто любительского кино. Все, кто любит снимать и сниматься, ребята, как говорится, you are welcome. Ну а я предлагаю 28 и 29 мая отправиться на мой дизайн-маркет. Ребята, я уверена, вам обязательно понравится. Все шопоголики должны быть там. Что можно успеть сделать на этой выставке? Найти интересные хендмейт вещи, попробовать все самое вкусное на фудзоне, потанцевать под отличную музыку. Ну, в общем, просто провести отлично время. Шопинг-марафон «Мой дизайн-маркет» с 28 по 29 мая в торговом центре «Сила спорта» с 10 до 21.00 ждем самых активных и креативных. Ну и еще одно важное событие, которое вы ни в коем случае не должны пропустить. Заходите в нашу группу ВКонтакте по адресу «Ваше утро онлайн» и участвуйте в конкурсах. Прямо сейчас там проходят два конкурса. О первом расскажу, кстати, чуть подробнее. У вас есть возможность выиграть тур выходного дня в город Уфа, между прочим. Что для этого нужно сделать? Обязательно быть участником нашей группы ВКонтакте, репостнуть к себе на страницу. Ну, Илья просто уже отъезжает. Репостнуть обязательно к себе на страницу запись о конкурсе и выложить в специальный альбом фотографию вот в такой позе с описанием, что бы вы хотели, что бы появилось в наших обычных поездах. Ну, это может быть все что угодно. Ну, например, захотелось вам в баньку. Фотографируйтесь в бане. А, так и свинечка. Вот в такой позе. Пойду-ка я в вагон-сауну, да, вот так вот и пошел. И можно, пожалуйста, из другого вагона для взрослых мне? В общем, все подробнее можете узнать в нашей группе ВКонтакте. В таком вагоне, я думаю, было бы максимально комфортно всем геймерам. Да, вот, собственно, про что и говорит наш участник. Представляешь, зашел в вагон, а там любимые игры, интернет, вай-фай. Ну, а следующий вагон уже, в принципе, существует, но жалко только не так распространен по России. И ванной, и душ, как вы нужны в поезде, конечно, это было бы здорово. А вот, пожалуйста, фитнес-вагон для тех, кто предпочитает, не отрываясь от зожа, ну, собственно, здорового образа жизни, в принципе, путешествовать по нашей стране, пожалуйста, тоже классно. По-моему, вагон для молодых ман тоже неплохой. В общем, друзья, я думаю, суть вы поняли, мы ждем ваших новых ярких фотографий, и, естественно, кому-то из вас обязательно достанется путевка в Уф. Мо-мо-мо. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»